Уже совсем скоро начнется летний трудовой сезон студенческих отрядов проводников. Более 8 тысяч бойцов СОП будут трудоустроены в депо в разных городах, а координировать их работу будут инструкторы. Именно они отвечают за организацию деятельности проводников пассажирских вагонов, достижениями производственных показателей, а также организацию мероприятий и защиту прав студентов. Для того, чтобы справиться с такой непростой задачей, им необходим большой багаж знаний и навыков. Именно для этого в начале мая и проводилась школа инструкторов. Она собрала в Омске почти 50 бойцов студенческих отрядов Приволжского, Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. Я первый год, я работала три года проводником, два из них командируем отряда, ну линейного. Ну и я сейчас заканчиваю университет, хочется какого-то разнообразия, продвижения, скажем так. Ну интересно, новые знакомства, тут же опять же, я думаю, незаменимый опыт будет, думаю, будет много всего интересного, полезного. В работу инструктора входит координация всей работы именно студентов-проводников. Это очень сложно. Как кажется, со стороны, что инструктор, в принципе, ничего такого не делает, но когда я на своей школе это попробовала, я поняла, что очень много нюансов и очень много моментов, которые нужно учесть, нужно продумать заранее и нужно в какой-то момент очень быстро среагировать и правильно решить вопрос, который возникает во время работы. Посетить школу смогли всего 80 студентов из 24 регионов России. Все они прошли серьезный заочный отбор и получили рекомендации региональных штабов РСО. Что эта школа значит для ребят? Я думаю, что это для них в первую очередь карьерный рост, потому что на данный момент они занимаются, ну кто-то полностью направлением проводников, кто-то просто командир отряда, там комиссар или просто отработал один год проводником срывского вагона. Ну на данный момент они, наверное, сами в себе видят в первую очередь потенциал, хотят попробовать что-то для себя новое, взять уже какую-то на себя ответственность, ну и собственно поэтому они сюда и приезжают. Стоит отметить, что в этом году обучение инструкторов отрядов проводников было организовано только в Москве и Омске. Очень приятно, что именно школа проходит у нас в городе Омске, это такая, скажем, большая честь нашего города и очень приятно, что другие ребята приезжают к нам из других рек отделений. Стартовала школа в музее революционной, боевой и трудовой славы железнодорожников, где ребятам рассказали об истории и создания Транссибирской железнодорожной магистрали. Далее их ждали лекции, тренинги и круглые столы. Отдельное внимание было уделено вопросу обслуживания болельщиков чемпионата мира по футболу в России. Как раз на плечи инструкторов ляжет очень большая задача организации дисциплины, организации работы поездных бригад студенческих, которые также будут взаимодействовать с пассажирами, болельщиками. Мы готовим проводников студентов, чтобы они были готовы к этому и работать и велась. По итогам обучения состоялся отбор тех, кто показал себя достойным должности инструктора Всероссийского студенческого отряда проводников.